Строительство дополнительного пешеходного перехода на станции метро Героев Труда. Реконструкция стартовала в начале августа. Дополнительный переход понадобился для того, чтобы соединить рынок Европа с Соли Плюс. Когда метро строилось, на стороне Соли Плюс был пустырь, и выход на эту сторону не предусмотрели. Сейчас же здесь расположились не только торговые площадки, но и торгово-развлекательные центры. Пешеходы постоянно пересекали дорогу, рискуя не только собственным здоровьем, но и провоцируя бесконечные заторы. Предполагалось, что со строительством перехода подрядчики справятся уже к ноябрю. Однако задача оказалась сложнее. На том месте, где он должен был проходить, обнаружилась подземная река. Вместо того, чтобы 4000 кубов земли, которые фактически можно сделать, выполнить разработку этих земельных работ, максимум за неделю, мы выполняли здесь практически месяц. По метру продвигались, потому что на уровне, у нас котлован был глубиной 6 метров, на уровне 4,5 метра уже появилась вода. Вода, поток, с которым мы справлялись, включая порядка пяти мощнейших насосов, круглосуточно откачивали воду, осушали. И мы продвигались по метру, очень тяжело, делали гидроизоляцию, люди фактически тонули там. На сегодня сам тоннель закончен, забетонирован, осталось только закрыть свод, сделать облицовку и павильон. Работы не скрывают подрядчики, они проводят за свой счет. Из-за постоянных проблем с госказначейством бюджетные деньги, а это 10 миллионов, пока существуют только на бумаге. Финансирование идет за счет частного, так сказать, инвестирования и наших оборотных средств, что устроили два. Деньги в бюджете заложены, у нас они даже предусмотрены на этот год. Если мы пошевелимся, то фактически речь идет о том, чтобы мы формально все выполнили. Мэр города Геннадий Кернес, который сегодня инспектировал реконструкцию, обещает, деньги будут не только на переходную и на капитальную реконструкцию всего перекрестка, строительство нового трамвайного переезда, обособленные паркинги и общее благоустройство территории. Мы сделаем максимально все для того, чтобы обеспечить и финансированием, и материалами эту реконструкцию. Потому что здесь не только дело в переезде, переходе и в направлении транспорта. Здесь еще достаточно очень населенный жилмассив, и здесь будет построен терминал пассажирского транспорта, автобусного направления. Однако общая реконструкция начнется только весной, с началом нового строительного периода. До этого времени дорожники обещают снять осаду Северной Салтовки и открыть в эту сторону Академика Павлова временную дорогу. Сразу же после того, как будет окончательно накрыть свод и восстановлю ноль, сразу после этого мы откроем пересечение, для того, чтобы автомобильный транспорт мог двигаться без двигаться. Закрыть свод строители обещают к 20 января, а вот подземным переходом пешеходы смогут пользоваться только к марту, после окончания облицовочных работ. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения Новости.